Добрый день, Ваше Святейчество! Вы нас слышите? Да, я Вас очень хорошо вижу и слышу. Хорошо вижу и слышу. И хотел бы, Антон Николаевич и Александр Александрович, Вас сердечно поздравить с праздником Рождества Христова. Праздник, который очень активно празднует наш народ. Праздник, исполненный многими смыслами. Праздник, который согревает душу и настраивает людей на добро. Ну вот, а Вы, наши герои, Вы представители России там, на орбите. Вы делаете великое дело. И эта работа Ваша сопряжена с огромными трудностями, с затратами духовной, физической энергии. Но и отдача от Вашего труда очень большая. Мы Вами восхищаемся. Мы действительно считаем Вас героями. И поэтому всегда имею потребность душевную поговорить с космонавтами в великие праздники, и на Пасху, и на Рождество. Поэтому от всего сердца поздравляю Вас с Рождеством Христовым. Спасибо, Господи, Ваше Святейшество. Нам очень приятно. Во-первых, благодарим Вас за то, что Вы нашли, уделили нам время. Поздравляете нас за Ваши теплые, искренние слова. Относим их в большей степени лишь как аванс для себя, на будущее. И от души взаимно поздравляем Вас с Рождеством Христовым. Желаем Вам терпения, мудрости и силы в Вашем очень нелегком и непростом деле. Спасибо, Господи. Благодарю Вас. Да, Ваше Святейше. И я тоже хочу поздравить Вас с этим большим праздником. Вас, всех людей православных, которые находятся сейчас на земле, да вообще всех землян, которые находятся на земле и даже не на земле, весь наш экипаж с этим большим праздником. Сегодня было на предыдущей встрече очень хорошо подмечено, что с Рождеством Христовым поменялось и наше летоисчисление. С этого момента мы считаем до Рождества Христова и после Рождества Христова, то есть современная история наша. Это действительно великий праздник, который в этот день сплочает нас. Мы верим в добро, мы верим в мир на всей нашей земле. И вот нам везет, что мы пользуемся таким положением, и находясь в работе в космосе, мы можем пообщаться с Вами лично. Это дорогого стоит. У меня это уже пятое общение с Вами. И за третий уже полет. И надеюсь, что и на Пасху. Также эта традиция продолжится в нашей встрече. Мы еще раз хотим Вас всех поздравить, поблагодарить. И дай Бог Вам, естественно, сил, мужества, терпения в Вашем нелегком, но в очень нужном и полезном деле. Благодарю Вас. Благодарю. Я хотел бы с удовлетворением отметить, что у нас с Вами есть что-то общее. Вы оба связаны со Смоленской землей. Вот, Александр Александрович родился в Яршичах, а Вы, кажется, являетесь почетным гражданином Смоленской земли. Ну вот, а у меня 25 лет жизни связано со Смоленском. И где-то через 8 лет после того, как Вы родились в Яршичах, я посетил Яршичи как архиерей Смоленской земли. Хорошо знаю это место, знаю всю округу, знаю, в каком трудном положении это место пребывало в течение многих лет. Ну и, как мне кажется, сейчас есть какое-то развитие. Я всегда с особым чувством воспринимаю новости со Смоленской земли. Это исконно русская наша земля, православная. И радуюсь, что Вы тоже связаны с этой землей. Ну вот, Рождество у нас в этом году проходит очень торжественно. Вообще, каждый год приносит что-то новое в празднование Рождества. И по количеству людей, которые посещают храмы. И по той атмосфере, которая у нас в обществе в эти дни. И вообще убежден в том, что страна наша и народ идут вперед. Не без трудностей, но... Я 70 лет живу с лишним на земле. И есть возможность сравнить то, что было в прошлом и то, что сейчас. И должен сказать, что глубокое удовлетворение испытываешь от того, как сегодня развивается общественная жизнь, национальная наша жизнь, религиозная жизнь. И как совершенствуются отношения. Ну и между людьми. И я надеюсь, что это поступательное развитие народа, общества, государства нашего будет продолжаться. Мы на земле молимся за это. И работаем для этого. Ну а Вы особым образом для всего этого трудитесь на орбите. Я хотел бы от всего сердца пожелать Вам помощи Божьей, доброго здоровья, крепости сил и душевных, и телесных. Благословения Вам передаю от всего сердца. Вам, Вашим родным, близким. Всех тех, кто любит Вас, кто сопереживает Вам. И надеемся на благополучное завершение Вашей экспедиции и на возвращение на землю. Спасибо огромное, Ваше святечество, за такие теплые, хорошие слова. Такие слова от таких людей, они помогают нам собрать свои силы, помогают нам в дальнейшей работе. Я думаю, мы за сегодняшний день зарядимся этой атмосферой, атмосферы дня Рождества Христова на оставшейся нашей экспедиции. И благополучно вернемся на землю, и будет возможность, обязательно встретимся с Вами. Спасибо, Господи, Ваше святечество, за Вашу поддержку, за эти теплые слова. И от души также еще раз поздравляем Вас с Рождеством Христовым. Силы, мудрости, терпения. Спасибо Вам за Ваш труд. А я благословляю Вас на Ваши труды и на мирное возвращение на землю. Храни Вас Господь. Спасибо. 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 Продолжение следует...